Привет. 28 октября в Санкт-Петербурге была презентована коллекция Виктории Бекхэм. Конечно же, я не могла оставить эту коллекцию без внимания. В этот же день отправилась за ней, забрала кое-что из последнего, из того, что осталось. Давайте вместе посмотрим на эту коллекцию. Виктория Бекхэм состоит из нескольких средств. Достались мне, конечно же, не все, хотя все они потрясающие. На всех на них я облизывалась, все они мне очень понравились. Сама коллекция Виктории Бекхэм посвящена женщине, ее сексуальности. И Виктория говорит о том, что ей очень нравятся женщины, которые всегда совершенствуют свой образ. Думают над своим образом. Сама Виктория, как вы прекрасно знаете, женщина потрясающе красивая и стильная. Я думаю, многим из нас хочется подражать и быть похожими на нее. Посмотрим, удастся ли нам это с помощью ее коллекции косметики. Коллекция посвящена четырем любимым городам Виктории. Это Рос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон и Париж. Но на самом деле, если не знать об этом, ничего на упаковках этих средств не говорит об этом. Они никаким особым образом не сгруппированы в Корнере. То есть, это легенда о том, что каждое средство декоративной косметики относится к какому-то любимому городу Виктории. Скорее, относится к какой-то легенде, которая сопровождает эту коллекцию. Еще раз повторюсь, вы об этом никак не узнаете. Это написано ни на самих средствах, ни на Корнере, ни на билбордах, нигде. Я купила пять средств из этой коллекции. Это хайлайтер, бронзер, палетка и двое теней однушек. За кадром остается праймер для кожи. Его я вам покажу в отдельном видео, которое я сняла у Корнера. За кадром осталось две помады. Карандаш для глаз, карандаш для губ. Также за кадром остается фольга для глаз, так называемая. Это жидкие ультраблестящие тени в черном и в золотисто-белом оттенке. Что касается тех средств, которые я не купила, праймер для лица я не купила, потому что это скорее увлажняющая такая основа, которая немного осветляет кожу, которая не тонирует кожу и не маскирует недостатки. Она придает влажный эффект кожи. Подобные средства очень любят кореянки. Они представлены в средствах декоративной корейской косметики. Тоже некогда у меня были. Все средства действительно работают, но они работают тогда, когда у вас идеальная кожа, и вы не пользуетесь тональными средствами и пудрой. Как только вы поверх такого средства наносите тональную средство и припудриваете лицо, тот самый влажный эффект, который, собственно, дает это средство, и то, ради чего мы его покупаем, он уходит. Зная эту особенность, попробовав подобные средства в декоративной корейской косметике, я поняла, что это примерно то же самое. А учитывая стоимость этого праймера, такая покупка была бы совершенно неоправданной и бесполезной. Поэтому этот праймер я не купила, хотя, конечно, он потрясающе выглядит. Действительно дает потрясающий влажный эффект на коже. Что касается двух помад, которые есть в коллекции, которые я тоже не приобрела, они категорически не подходят моему оттенку кожи. Одна помада – это нюдовая персиковая бежевая помада с, очевидно, теплым подтоном. Не моя тема. И вторая помада очень красивая, ярко-красная, тоже очень теплая, дающая такой матовый финиш на губах. Я видела эту помаду на консультанте, который помогал мне выбрать средства из этой коллекции. Она очень красивая, но тоже совершенно не мое. Заочно я присматривала себе двусторонний каял для глаз. С одной стороны каял черный, с другой стороны этот каял телесного цвета. Но опять-таки секрет этого каяла заключается в том, что та сторона, которая телесного цвета, подходит женщинам такого типа, как Виктория Бекхам. То есть женщина должна быть, очевидно, не бледной, не такой, как я, потому что на мне каял телесного цвета будет смотреться не телесным, а каким-то оранжево-бежевым. То есть его будет видно на слизистой, он не будет сливаться с ней, и уж тем более выбеливать ее, как это, в общем-то, задумано. Не приобрела я фольгу, это жидкие тени для глаз, ультрамерцающие. Они потрясающе красивые, они действительно очень блестят. Особенно мне понравилась фольга золотистая, такого бежевого-жемчужного цвета. Они потрясающе блестят, они великолепно смотрятся в кадре. Я действительно видела ряд великолепных фотографий в Instagram. Они придают тот самый влажный такой взгляд, этот блеск просто затмевает все. Но нужно понимать, что такого блеска действительно можно добиться только тогда, когда на вас светят осветительные приборы, софиты, или вы находитесь в вечернем освещении. Я очень боюсь, что днем такой макияж с такой жидкой фольгой будет казаться неуместным, и этот блеск, в общем-то, то, ради чего мы приобретаем это средство, оно будет просто теряться в дневном свете. Забегая вперед, скажу сразу, что есть ряд средств в этой линейке, которых мне не хватает. То есть их не представлено в этой коллекции. Я бы их, соответственно, добавила туда. Я бы, например, добавила тушь для ресниц от Виктории Бекхэма. Я думаю, если, например, мы заключим ее в такой красивый золотистый футляр, как блеск для губ или как праймер для лица из этой коллекции, она действительно будет смотреться потрясающе красиво и стильно. Мне очень не хватает консилера, например, в этой коллекции. Даже если мы будем соответствовать той концепции, которой следует Виктория, и она говорит о том, что ей нравится блестящая, увлажненная, здоровая кожа, поэтому в ее коллекции не представлено тонального средства. Но, тем не менее, у многих из нас есть синяки под глазами, и у многих из нас они больше, чем само лицо, мне кажется. Мне бы консилер не помешал, скажем так. Я бы с удовольствием его приобрела, и всегда есть какие-то локальные несовершенства, брызчики, они не говорят о том, что ваша кожа нездоровая, и они не обязывают вас к использованию плотных тональных средств. Но, тем не менее, я думаю, что большинство из нас консилером с удовольствием пользуются. Ну и, возможно, я бы включила в эту коллекцию какую-то пудру для лица. Может быть, она бы не мотировала, но тоже придавала какое-то деликатное сияние. В струе, в общем-то, она была бы. Но, возможно, у Виктории еще будет, будет еще коллекция, потому что я так понимаю, что ее первый, так сказать, опыт, ее бенефис действительно удался. Потому что, когда я пришла уже под закрытие торгового комплекса «Пассаж» за этой коллекцией, там практически ничего не осталось. Я взяла последний хайлайтер, последнюю палетку. Но консультанты обещали, что на следующий день будет еще поставка. Так что я думаю, что многим из вас хватит всего того, чего вы так хотите. А я думаю, что многие из вас действительно хотели бы что-то из этой коллекции. Вот, в общем-то, мои такие общие впечатления о том, что не сбылось. Давайте посмотрим на то, что сбылось. Посмотрим на то, действительно, что я купила. Посмотрим поближе. К слову, сегодняшний мой макияж целиком выполнен с помощью тех средств, которые я купила. Но, как вы понимаете, на Викторию Беком я, похоже, весьма отдаленно. Мне кажется, даже фотошоп не поможет мне в этом. Но мы будем с вами надеяться, что образ сексуальной женщины с манящим влажным взглядом мне удался. Все средства Виктории упакованы вот в такие вот черные коробочки с очень красивым, таким немного рифленым верхом, с золотыми боковинками. Они все совершенно одинаковые. Я предполагаю, что если вы будете выбирать себе средства самостоятельно, вам нужно быть очень внимательным, потому что, что это за средства, написано очень-очень мелкими буквами на торце. Я думаю, вот так простому обывателю, особенно вот в этом вот шоппинговом запале, легко будет перепутать палетку, бронзер, хайлайтер, потому что это все выглядит действительно одинаково. Сами коробочки тоже совершенно одинаковые. Только одна коробочка побольше. Коробочка с тенями однушками поменьше. Но они, опять же, совершенно одинаковые, одинаковое оформление. Я думаю, что многие из вас уже успели посмотреть в интернете, как это выглядит. Это упаковка, чем-то напоминающая упаковку новой коллекции Tom Ford. Совершенно верно, многие из вас подметили. Она черная, рифленая. Могу вам точно сказать, что я сегодня очень торопилась делать макияж, и мои руки были немного запачканы. Упаковка не запачкалась. То есть я бы сказала, что она не маркая. Но единственное, что все вот эти блестки, которые есть в тенях, они уже здесь немножко у меня мерцают на этой упаковке. В общем и целом, упаковкой я абсолютно довольна. Единственное, что я так и не приноровилась ее открывать. Здесь вот есть такие вот два ушка, как в клатче, скажем так. На них нужно нажать в определенной последовательности, и коробочка открывается. Первым, что я вам покажу сегодня, это будет бронзер. Бронзер этот абсолютно матовый, в нем нет никакого шиммера. И, в общем-то, Виктория говорит об этом, что ей нравится сочетание влажных скул и абсолютно матового такого вот загара на лице. Поэтому этим требованиям бронзер полностью удовлетворяет. Он матовый и он теплый. Для тех, кто не любит теплых бронзеров, для тех, у кого теплый бронзер ввергает в шок и в нисоство, это совершенно не ваш вариант. Я люблю теплые бронзеры, я уже вам об этом говорила, связано это с тем, что у меня очень бледная кожа, и когда я наношу бронзер сероватого оттенка, мое лицо становится еще более болезненным, чем оно есть. Мне нравится использовать теплый бронзер, и, конечно, в меру теплые, не рыжие. И этим бронзером я пользуюсь с удовольствием. Он прекрасно тушуется, его можно наслаивать, достигая какого-то того эффекта, который вы хотите, достигая той глубины, которую вы хотите, той яркости, интенсивности. Бронзером я очень довольна. И забегая наперед, скажу, что, опять же, я понимаю, что я фанат бронзеров, но, тем не менее, из всей коллекции именно бронзер пока что мне, опять же, понравился больше всего. Так же, как мне понравился бронзер в коллекции Герлена, который я рассказывала вам в прошлый раз, если где-нибудь вы увидите подсказку, можете пройти, посмотреть это видео, те, кто его не видел. Бронзер этот умеренно спрессованный, но я думаю, что сейчас вы немного что увидите, но я обязательно вам оставлю ссылку под этим видео, где вы можете посмотреть макрофото. Я думаю, что они будут информативными для вас. Второе, что я купила из этой коллекции, это хайлайтер. Хайлайтер, как я уже сказала, был последним. Хайлайтер этот феерически красивый. Во-первых, он очень красиво выглядит в упаковке, у него очень оригинальное такое геометричное тиснение на самом хайлайтере. Из-за этого он кажется каким-то, какой-то мерцающей жемчужной драгоценностью, он похож на какой-то камень благодаря вот этому своему такому геометричному тиснению. Но, насколько я вижу, уже даже сейчас это тиснение начинает немножечко стираться, то есть я его попробовала всего лишь один раз сегодня для этого макияжа. Хайлайтер, я могу сказать, что он потрясающе пигментирован. И если вы посмотрите макрофото мои, опять же пройдя по ссылке, то вам покажется, что он очень темный. И на самом деле в магазине мне так и показалось. То есть для моей кожи, учитывая, что по своему цветотипу и по цвету своей кожи я далеко не Виктория Бекхам, мне он показался очень темным и мне показалось, что он будет виден на моей коже. Но большое преимущество этого хайлайтера оказалось в том, что у него необыкновенная сливочная текстура. Он тушуется просто в ноль. То есть вы можете, если у вас более смуглая кожа, сделать его очевидно более таким блестящим. Если у вас более светлая кожа, вы можете его растушевать, и он сольется с цветом вашей кожи и придаст ей тот самый влажный эффект, которого многие из вас хотят добиться, используя хайлайтер. То есть это будет не блеск, не вычурное какое-то сияние, это будет действительно эффект влажной кожи. Так что этому хайлайтеру ставлю твердую пятерку. Очень мне понравился. Я думаю, что он действительно понравится многим из вас, учитывая, что мы живем в России. Я же вообще в Петербурге, тут все ходят бледные, синие-зеленые. И тем не менее, и этот продукт нашим девушкам отлично подойдет, по моему мнению. Пятерка. Третий продукт, который я купила из этой коллекции, это, конечно же, палетка. Собственно, глаз мой на нее упал еще тогда, когда было превью на эту коллекцию. Я поняла, что палетка у меня обязательно будет. Я очень люблю такие оттенки. Я опять же скажу небольшое замечание. Мне кажется, что в этой палетке не хватает матового оттенка хотя бы одного. Я даже вижу, какой это должен быть оттенок. Это должен быть персиковый оттенок, который можно было бы использовать как переходный цвет. Но в этой палетке нет матового оттенка. Здесь 6 цветов. Все они подписаны на вот в этой вот защитной мембране. Если это кому-то необходимо, вы можете ее хранить. На самом деле она очень неудобная, потому что она объемная. Она вываливается из коробочки, как только вы ее открываете. Как я уже сказала, в палетке 6 оттенков. Это сапфировый синий оттенок. Он очень пигментированный. Бежевый, золотистый, умеренно бледный. Его, кстати, можно использовать тоже как хайлайтер совершенно запросто. Бронзовый оттенок. Такой болотно-зеленый. Коричневый, но я вижу в нем отчетливо такой бордовый нано-шиммер. И это черный. Все оттенки являются не матовыми, но они скорее сатиновые, чем металлические. Например, только вот сапфировый вот этот оттенок, я бы сказала, что он является очевидно металлическим. Все остальные оттенки, на мой взгляд, имеют сатиновый финиш. Они, наверное, дают влажный вот этот эффект на веках, который хотела добиться Виктория. Но я опять же повторюсь, что этот влажный эффект на веках можно добиться только при определенном освещении. Те фотографии, которые я выполнила при дневном освещении, которые вы опять-таки найдете в инфобоксе, вы видите, что в общем-то тень выглядит достаточно обыденно. И никакого пресловутого влажного особого эффекта, особого финиша на моих веках нет. Это даже при том, что для того, чтобы усилить этот влажный эффект, я еще как топ нанесла сверху мерцающие тени-однушки, которые я вам тоже покажу и расскажу о них поближе. Что касается этих теней, еще важная информация. Вы знаете, что в коллекции есть три тени-однушки. Может показаться, что зеленые тени-однушки похожи на эти тени, а черные на вот эти, но на самом деле это не так. Гамма, естественно, одна, но тени-однушки, они гораздо более мерцающие, именно мерцающие с обилием шиммера, нежели чем тени вот здесь. И тени-однушки из-за того, что в них больше шиммера, кажутся больше спрессованными, более плотными, хуже набирающимися на кисть. И, кстати, Виктория рекомендует наносить тени-однушки пальцем, а не кистью. Эти тени достаточно рыхлые, они очень пигментированные, они прекрасно тушуются. У меня они не осыпались при нанесении, хотя я уже успела прочитать такие отзывы, что у многих они осыпаются. У меня они не осыпались, я считаю эти тени очень качественными. По качеству ставлю твердую пятерку. Что касается самой гаммы, здесь вы можете варьировать макияж. Вы можете с этой палеткой выполнить совершенно такой простой дневной макияж, используя бронзовые оттенки или используя вот этот замечательный коричнево-бордовый. Более вечерний макияж, смоки айс, можно сделать с помощью темного оттенка и зеленого. Голубой оттенок я пока что не приспособила куда мне деть, но тоже с его помощью можно расставить красивые акценты. И, конечно, очень многое зависит от того, какой вот цвет кожи. Я действительно считаю, что это базовая палетка. Многие писали, ах, какие цвета, все мимо меня. Я считаю, что это не так. Цвета достаточно универсальные. И, учитывая, что они хорошо тушуются, действительно приятны в работе, я уверена, что многим из вас стоит присмотреться с этой палеткой. Я думаю, это достойный хороший вариант. Ну и двое теней однушек я приобрела. У меня это тени в оттенках 01 Bitter Club и 02 Chared Emerald. Если я правильно считаю, Bitter Club, который кажется таким простым и банальным бронзовым, на самом деле это очень шиммерный оттенок. И, пожалуй, он цвета-то как такового не дает на веках. Он дает переливчатость, он дает блеск, он дает тот самый влажный эффект. И я подозреваю, что если у вас кожа темнее моей, и если ваш тип внешности близок к внешности Victoria Beckham, такие оттенки на вас просто заиграют, потому что они действительно будут сливаться с вашей кожей. И все, что этот оттенок будет делать на ваших веках, это давать потрясающий влажный интенсивный блеск. Когда я колебалась между выбором жидкой фольги и тенями, я выбрала тени, потому что мне показалось, что это более универсальный и более удобный в использовании продукт. И в чем-то мне показался именно этот оттенок теней, повторяющим идею жидкой фольги. То есть мне кажется, что вот так вот перебарщивать с блеском и выбирать оба продукта, и жидкую фольгу, и вот такие тени, нецелесообразно, потому что для меня вот эти тени, они выполняют роль той самой жидкой фольги. То есть это не самостоятельный продукт, это тот продукт, с помощью которого я могу создать большее сияние на своем лице. Тени можно наносить и во влажном виде, и в сухом. Это же касается теней в палетке. Опять-таки, если вы заглянете по той ссылке, которую найдете внизу, вы увидите, как я наношу их, делаю свочи и во влажном виде, и в сухом. Я также показываю на свочах, чем отличаются вот эти вот оттенки от подобных оттенков в палетке. Все это вы можете посмотреть поближе и почитать, пройдя по ссылке. Эти тени на фотографиях очень выглядят красиво, и очень они выглядят красиво на видео. Они кажутся такими хамелеонами. Я бы не сказала, что они хамелеоны. Это черно-зеленые тени с обилием шиммера. Они ультра-блестящие, дают тоже такой влажный эффект. Но интересно, что мне они показались не такими вычурно-блестящими, как предыдущие бронзовые тени-однушки. Тем не менее, тоже они мне очень понравились. Единственное, что мне не нравится у всей коллекции, это цена продуктов. В частности, меня пугает цена за эти тени, конечно, для одной штучки теней, которая весит, сейчас я посмотрим, сколько, 3 грамма. Это космическая цена. То есть, за палетку вы отдаете примерно ту же стоимость, что вы отдаете за тени-однушки. Это просто космическая цена. И действительно, покупать эту коллекцию нужно не будучи сорокой, которая на все блестящее летит. Нужно отрезвиться так у корнера и реально прикинуть, куда вы будете это использовать. То есть, одно дело, когда вы блогер или когда вы увлечены косметикой, вы коллекционируете косметику. Может быть, вы используете эти блестящие оттенки каждый день, но я, честно говоря, таких людей не знаю в своем окружении, которые бы вот такие шиммерные оттенки использовали действительно каждый день. Поэтому, на самом деле, если давать совет человеку, который ограничен в бюджете и хотел бы приобрести что-то из этой коллекции, я бы посоветовала обратить свое внимание на палетку, потому что в ней 6 оттенков, а не 1. Я бы посоветовала обратить свое внимание на хайлайтер, потому что он дает очень красивый влажный эффект на коже. И, кстати, этот же хайлайтер вы можете использовать везде, где пожелаете, на глазах в том числе. И если вы захотите создать влажный эффект на веках, этот хайлайтер вам поможет в этом. Соответственно, вы уже можете сэкономить на каких-то средствах. Наверное, это все. То есть, реально порекомендовать и сказать, что если у вас есть деньги, и вы хотите что-то купить себе из этой коллекции, но не знаете что, я вручаюсь только за два средства. За палетку и за хайлайтер. Бронзер слишком теплый. Да и не все любят бронзеры. Да и не все любят бронзеры такие теплые. Помады тоже очень спорные. Даже нюдовая помада. Я боюсь, что девушкам славянского типа внешности она может не подойти. Карандаш двусторонний каял тоже, как я вам уже сказала, подходит девушкам только с темной кожей. Ну и, в общем-то, тени однушки и тем более жидкая фольга – это абсолютное баловство. И, как мне сказал консультант в магазине, вы видели, какие красивые мерцающие эффекты в Инстаграме создают девушки с помощью этой жидкой фольги? Это просто потрясающе. Ключевое слово во всем этом рассказе – это Инстаграм. Это Инстаграм, это фильтры, это особое освещение. Там это будет смотреться красиво и действительно здорово. В повседневной жизни это не будет так смотреться, чтобы за это можно было отдать такие деньги. Я рассказала вам об этой коллекции. В общем и целом, я довольна своей покупкой. Хотя, конечно, стоимость этих средств, я еще раз повторюсь, потрясает. Очень лаконично, очень красиво, очень все в стиле Виктории Бэхом. Очень качественная действительно продукция, что самое главное, наверное, в этом вопросе. То есть отдать деньги за качественный, красивый продукт, в общем-то, не жалко, тем более в преддверии новогодних праздников. Расскажите, пожалуйста, пробовали ли вы что-нибудь из этой коллекции, что вам понравилось? Был ли мой обзор информативным для вас? Всего хорошего!